Труппа театра драмы Максима Горького принес театру три актерские награды. Это и не удивительно. Поразительно другое. Театр драмы российского уровня уже долгие годы располагается на задворках Карельской филармонии. Спектакли в зале на 100 мест. Даже вешалка у театра не своя. Театральный журналист Наталья Соколова, зритель со стажем, долгие годы наблюдает за труппой и восхищение творческими удачами, перемешана с досадой на неустроенность театра. Знаете, все успехи этого театра, они происходят не благодаря, а вопреки. То есть, если зритель Петрозаводский тоже искушенный, ходит, смотрит, он понимает, что здесь тебя ничто не отвлечет от просмотра спектакля, от игры актеров и так далее. Потому что здесь же ничего нет. Своей входной зоны у театра нет, буфетной зоны нет, по лестнице прошел, непонятно поднялся, зашел маленький тесный душный зал. Благо, там когда-то появился наконец-таки кондиционер, до этого его не было. В этой обстановке актеры вынуждены творить и при этом творят так, что делают это высоко, классно и отмечают на всяких конкурсах, на фестивалях, что у нас супер, замечательный театр. Но если бы, наверное, люди бы из Нижнего Новгорода приехали и посмотрели, в каких условиях они существуют, то они бы очень удивились, как им вообще удается это сделать. В Нижнем Новгороде и публика, и авторитетные жюри особо отметили актерский ансамбль Карельского театра. Специальными дипломами фестиваля наградили актрис Ольгу Саханову и Евгению Верещагину. Заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова, сыгравшая Васу в одноименном спектакле по пьесе Горького, получила одну из двух главных наград Нижегородского театрального фестиваля. А за кулисами родного театра актрисы делят больше, чем на троих одну тесную гримёрку. Репетиция. Хорошие условия для театра – это важно. Действительно, у нас не то, чтобы... Можно много говорить о том, что нам мило, что нам тут хорошо, уютно, дружно. Это так. Но если посмотреть правде в глаза, то вы сами всё видите, что проблемы есть. Начиная с того, что у нас нет своего гардероба, да, что мы зрители, если филармония и наши зрители всегда перемешиваются, мы задерживаем чуточку спектакль, пока там вот это всё разберутся со всем. Но хочется своего. Просто вот это особенная атмосфера, да, когда зритель приходит, он понимает, что он не где-то, а театр где-то там, что он ещё там пройдёт как-то. А он уже сразу попадает в атмосферу театра, он может посмотреть на фотографии, на красивые, он может там, я не знаю, какие-то буклеты рассмотреть, может как-то вот втянуться в нашу историю. Это, конечно, было бы здорово. Пока же декорации к премьере приходится делать в фойе, в дни, когда у театра выходной. Но настоящий живой театр, как велосипед. Прекратишь крутить педали и упадёшь на бок, говорит директор творческой мастерской Александр Побережный-Береговский. Опять вы меня провоцируете на такой разговор проблемный, а я стараюсь всё-таки эти вещи уже, такие беседы вести в кабинетах, потому что на зрителя не хочется вываливать. Он и так придёт в эти интерьеры, он и так должен будет подняться на третий этаж без лифта и решать для себя вопрос спускаться, да, те, у кого там не очень крепкое здоровье, стоит спускаться вниз в антракте, чтобы потом снова подниматься или уже сидеть в зале. Поэтому это уже все есть и все это знают. Поэтому ныть на эту тему не хочется. Публика в городе всё равно не может повлиять на это. Поэтому я очень надеюсь на то, что у правительства, у власти сложится, и надеюсь, уже сложилось правильное впечатление о ценности этого театра. И поймут, что мы действительно все эти годы существуем в совершенно непотребных условиях. И ладно мы, но и зритель, который приходит к нам. Просто вот, на мой взгляд, конечно, это неуважение к зрителю, что мы его вынуждены вот так принимать. Сейчас во власти много рассуждают о так называемом бренде, как Карелии, так и столице республики. Что-то придумывают. Между тем, если разуть глаза, то бренды не выдуманные, а настоящие находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова